Всем здравствуйте, друзья мои! Сегодня у нас суббота, 2 октября 2021 года. И вы знаете, как резко сменилась погода. Пошло уже на такую холодную осень, дождливую. Деньки солнечные как-то резко закончились. Вот я очень рада, вы знаете, тому, что я пока ещё была на прошлой неделе хорошая погода. Я успела вам много чего снять на видео. Я много очень гуляла, ходила, бродила по набережной. Хотя уже вы видели, что и океан начинал штормить, и погода менялась. Но было ещё тепло. А вот сейчас уже плюс 7, плюс 9. И похолодало значительно. Уже ни о каких купаниях, конечно же, не может быть и речи. Но прогулки свои, тем не менее, я с вами продолжаю. Сейчас я снимаю из окна автобуса. Как обычно, сижу на втором этаже, на самом первом кресле. Обожаю это место. И видите, вот небольшой дождь даже виден на стекле автобуса. Капли дождя. Едем мы сейчас по самому центру города Шанклин. Дальше я поеду через Вентнер. И ещё дальше. Наверное, в течение часа сегодня у меня вот такая вот поездка дальняя запланирована. Я хочу, друзья, ещё показать вам одно шикарнейшее место. Пока это сюрприз. Я в ближайшее время выложу вам одно из интересных видео, которое я буду сегодня для вас снимать. А вот сегодняшний сюжет, который у нас впереди, полностью посвящается моему зятю Андрюше. Это муж моей дочери Даши, как вы понимаете. Здесь вот в Англии мне больше нравится, как называются родственники. Вот, например, зять. Называется сан-эн-ло. Сын по закону. Сан-эн-ло. Мазэн-ло. Фазэн-ло. Мать по закону и отец по закону. Так называется здесь тёща, тесть. Ну и также свекровь и свёкр. И вот мне такие названия как-то даже опять больше нравятся, потому что там звучит мать, отец, сын, дочь. Дота-ин-ло. Это, например, невестка. Ну вот так. И сегодняшний сюжет, посвященный моему зятю Андрюше, он, вы знаете, случайно, буквально, вот так вот возник неожиданно. Когда мне попалась на глаза вдруг вот эта фотография. Это мы с Андрюшей, когда были в Лондоне и посещали музей Шерлока Холмса. Это апрель 2016 года, когда Андрей с великими трудами, получив визу в Британию, приехал ко мне в гости всего лишь на две недели. Он приехал посмотреть Англию, ну и помочь мне заодно с покупкой автомобиля, потому что он в этом очень хорошо разбирается. Ну и, конечно же, после того, как мы посетили основные места на острове Уайт, мы также съездили на два дня и в Лондон. Ну а в Лондоне Андрей проявил огромную смекалку и знания этого города. Он говорит, что он очень много смотрел в интернете информации. И он не просто хотел посетить Британский музей, допустим, или Трафальгарскую площадь посмотреть, или прокатиться на колесе обозрения Лондонс Айс, Лондонский глаз, и поглазеть с высоты на огромный-огромный город Лондон. Но он ещё и составил список каких-то интересных мест, необычных, вот которые он тоже захотел посмотреть в Лондоне. По его желанию мы посетили музей Джека-Потрошителя. Страшное место. И вот там даже некоторые фотографии, которые у меня сохранились. И я вам даже рассказывала, что мы там увидели такой шар, типа привидения. Ужасно гнетущее место. И мы там бродили практически одни посетителей в этом музее. Было, скажу вам по правде, немного. Вот, помимо этого мы посетили с ним вот музей Шерлока Холмса, конечно же. И так как Андрей большой поклонник группы Rolling Stones, группы Beatles и Led Zeppelin, так вот эти все группы, они британские, английские. И он хотел найти больше информации, хотел посетить какие-то студии, в которых записывались пластинки этих групп. И вот он очень удивился, когда узнал, что его любимая группа Rolling Stones, которая соперничала с Битлами и практически была где-то рядом с ними, она здесь в Англии, как-то непопулярна и осталась за кадром. Что не скажешь, конечно же, о группе Beatles, которую здесь в Англии почитают и обожают. И мы, конечно же, нашли знаменитую улицу Эбби Роуз. Наверное, все помнят вот этот вот альбом. Последний альбом группы Beatles 1969 года. И вот обложка знаменитая, пожалуй, самая популярная. Вот эта фотография на перекрестке пешеходном улице Эбби Роуз. Это, пожалуй, один из самых популярных альбомов группы Beatles. И вот здесь проходила на этой улице Эбби Роуз целая фотосессия. И осталось очень много фотографий этой группы Beatles, как их фотографировали и как они здесь просто на обычной английской улице делали фотографии для своего альбома. И вот, видите, общались даже здесь с англичанами. Но это уже целая история. Я когда-то хотела вам об этом серьезно рассказать, потому что здесь скрыто очень много мистики. Так вот, мы побродили по этой знаменитой улице. Вот это вот белое здание двухэтажное. Как раз и была студия, в которой Beatles записывали свой альбом «Последний Эбби Роуз» в 1969 году. Вот здесь даже они сидят на приступочках этого дома. Студии сейчас там находится магазин, в котором продаются пластинки и сувениры группы Beatles. Ну и, конечно же, поражает то, что мы могли прикоснуться к истории. Просто вот по этому переходу там, конечно же, целая очередь для того, чтобы сфотографироваться на этом переходе. И вот я тоже попыталась как-то типа шагать там, так же, как и Beatles. Но я не думаю, что у меня что-то здесь получилось похожее. Хотя интересно. Вы знаете, у меня было очень много фотографий, когда мы гуляли по Лондону с Андреем. Но, к сожалению, опять же, сохранилось почему-то очень мало. Вообще, мы тогда с Андреем два дня практически с утра и до самого позднего вечера бродили пешком по всему Лондону. Мы посетили там даже барохолки вот эти вот английские. Андрей всё смотрел и хотел найти какие-то виниловые пластинки или, может быть, просто записи на дисках группы Rolling Stones. Но вот, к сожалению, тогда он там что-то нашёл, но это было не то, что он хотел. Так вот, я, вы знаете, тогда не знала о магазине, который вдруг случайно обнаружила уже теперь. Этот магазин находится в центре Вентнера. И сейчас я к чему веду, что я этот магазин покажу вам и покажу, конечно же, Андрею тоже. Вот он, этот магазин, в котором великое множество старинных виниловых пластинок. Вот эти пластинки – это начало 20 века. Дальше, видите, 60-е годы, подборки пластинок. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Еще увидимся вскоре. У меня для вас есть еще очень интересное видео, которое выйдет скоро. А на этом, друзья, всем пока-пока. Берегите себя и удачи!